Всем привет! Сегодня у меня на канале вот такая долгожданная коробочка. Ножи этой компании я давно мечтал получить на своем канале. И сегодняшняя возможность обзора этого ножа появилась благодаря всем уже известному моему хорошему другу Юре. Ему огромное спасибо за это. Вместе с этим ножом приехал еще один офигенный нож, про который будет отдельное видео. Мы видели, что Юра привозил себе уже Сибензу, еще был Контега в М390. Юра в принципе интересуется ножами не так давно, но погрузился в это дело с головой. Сегодня благодаря ему есть у меня замечательная возможность показать вам нож, про который уже много видео в интернете, но на моем канале впервые. Судя по логотипу, вы догадались, что речь пойдет о ноже мастерской братьев Широгоровых, а именно речь пойдет о ноже F3 со стали Vanex 35, G10, 3D синий подшипник. Ну, что-то камера не хочет. Вот. Давайте заглянем. Я уже заглядывал в этот нож и определенные мысли у меня появились. Значит, здесь у нас вот такая вот заглушка, ну, точнее, не заглушка, а пружинка для того, чтобы нож внутри не болтался. Вот такая вот замечательная салфеточка. Я, если честно, думал, что салфетка побольше, что ей можно будет хоть там что-то вытереть, в баню сходить, вместо полотенца использовать, но нет. Здесь мы видим логотип компании продавленный. Вот. Ну, салфетка, скажем, не так интересно. Так, значит, к ножу у нас здесь прикреплен сертификат. Сертификат на Flipper 95. Ну, в принципе, понятно почему. Так, ну, давайте посмотрим на нож. Вот такой вот ярко-синий, очень приятный цвет G10. Супер, как бы, нож такой, берешь его в руку, очень он приятный. Весит он порядка 150 грамм, по-моему, 156 ровненько. Вот такая обработочка G10, ярко-синяя. По качеству изготовления ножа вообще супер просто, на самом деле. Вот такие толстенные титановые лайнеры. Вот такой клиночек, который имеет 4,5 мм, да, по-моему, в обухе у нас. Не могу ошибаться, давайте померим. Да, 4,5 мм в обухе на подшипнике. Клиночек у нас по центру, вопросов никаких не возникает. Давайте посмотрим на флип. Флип просто бешеный, лучшего флипа я, в принципе, еще не видел. Разве что только на ножах с ассистом от каких-нибудь Кершел. Нож просто суперски открывается. Здесь у нас финиш клиночка Stone Wash. Вот написано Stalika One X35. Лайнеры Stone Wash'ные. Фасочки просто супер все аккуратно снято. Лайнеры даже вон внутри отлично обработаны. У нас бэкспейсер из G10 черного цвета. Вот, ну и что хотелось бы сказать вот по поводу этого G10 по обработке. Есть некое ощущение пластмассовости, но не дешевой, а именно такой приятной. Очень мне нравится обработка клипсы. Не знаю, позволит ли вам передать или нет. Вы видите, что вот на этом Титане такие продольные. Это даже не сатина, это именно фрезеровка такая продольная. Плюс вот такая обработка. Здесь шестиграннички. Супер нож выполнен. Он как бы вот флип у него просто бешеный и нож в руке сидит отлично. Клиночек у данного экземпляра, ну да, 97 мм, скажем так. Присутствует у нас вот такая вот наклеечка с логотипом мастерской братьев Широгоровых. Иногда клеят, по-моему, сюда смайлики, желтые и фиолетовые всякие. По качеству изготовления ножа, по его ходу, по флипу супер, вопросов нет. И да, теперь я точно знаю, что все-таки я хочу такой нож в свою коллекцию. Все-таки да, это реальный кастом. Да, это тянет на кастом. И да, нож стоит своих денег, за которые он был куплен. В принципе, со сталью Vanex 35 я еще не работал. В принципе, эта сталь является для меня загадкой. Потому что я никак не могу понять, чем она режет. Я просто не сильно вникаю в эти всякие, скажем, металлургические термины и принципы. Я всегда как бы думал, что чем больше углерода, тем лучше. В данной стали всего 0,2% углерода, зато 2,8% ванадия, 20% хрома, 2,5% молибдена, 1,9% никеля. Есть еще несколько элементов в незначительной степени. Но за счет чего режет Vanex 35, я пока не знаю. Но судя по обзорам, сталька очень хорошая. И при таком количестве хрома она в принципе не подвержена коррозии. А я когда-то говорил Юре, что придет накладки из карбона на мой бараш с М390 сталью от Александра Пономаренко. И у меня будет Широгоров не хуже. Ну теперь, ребят, я вам могу честно сказать, что да, хуже. После того, как я подержал этот нож в руках, я могу честно сказать, что я сильно заблуждался, сильно ошибался. Этот нож стоит своих денег. И все-таки у ребят растут руки откуда нужно. Скажем, если я когда-то сомневался, думал, что это понты и все остальное, теперь я понимаю, насколько я заблуждался, что да, сейчас у меня есть еще один вот такой здоровый ножара с флипом. У него флип хороший, но здесь все равно флип просто потрясающий с таким клацом. Такое ощущение, на самом деле, что здесь внутри стоит пружина, хотя ее нет. Нож более чем приятен. И, ну вот, не знаю, давайте попробуем в макро. По поводу фасочек. Все аккуратно снято. Нигде ни одного острого угла, ни одного косячка я, в принципе, на этом ноже не вижу. Что еще меня очень порадовало, это подвод. Вот, подвод, ну микроскопически тут десятые доли миллиметра, наверное, ну там, не знаю, но сведен очень тоненько, спуски от обуха, понятно, что это влечет за собой вот такой достаточно тоненький кончик, да, которым я бы не рискнул что-то ковырять, но при этом резак просто потрясающий будет. Вот, поэтому я очень рад за Юру, очень рад, что он приобрел себе такой нож. Я теперь знаю, что, как бы, вот, после того, как я подержал Сибензу в руках, я точно знаю, что Сибензу я не хочу. А какой-нибудь из ножей в мастерской братьев Широгоровых я вполне бы хотел иметь. Наверное, преимущественные стали М390, но, тем не менее, даже вот такой нож я был бы счастлив иметь. Вот, и меня даже не напрягает, что я здесь вижу только осевой и один винт. Меня вообще никак не напрягает, конструкция вообще нисколько не хлипкая. Мне очень нравится, как сделано темлячное отверстие. Вот тут оно вот так вот спрятано в этом бэкспейсере. Вы видите, да? Очень удачно, очень здорово. Сюда вполне пролезет паракорд и не будет мешать, и он именно в том месте, где нужен. Поэтому еще раз давайте, это был F3 флиппер от мастерской братьев Широгоровых. Это нож моего хорошего друга Юры. Я за него очень рад, и реально нож супер. Он реально стоит своих денег. Поэтому всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok